всем привет с вами Вован Ботан и у меня есть для вас одна очень интересная новость дело в том что ни для кого не секрет что каналы viasat украина можно смотреть незаконно по технологии кардшаринг а если для кого-то секрет то я вам этот секрет открою на самом деле это продлится недолго я получил инсайдерскую информацию что отключение кодировки ндс произойдет 10 апреля а значит что позже по этой технологии каналы viasat украина смотреть больше будет нельзя после 10 апреля каналы viasat украина будут работать в кодировке verim matrix это очень серьезная защищенная кодировка которая на данный момент не взломана и вряд ли будет взломана в будущем а раз мы завели разговор о незаконной трансляции каналов то есть у меня тоже одна интересная новость которую я прочитал в интернете так вот сейчас перенесемся с вами в маленький городок ямполь что в сумской области это районный центр так вот недавно там произошел суд над человеком который незаконно транслировал украинские каналы более того еще и транслировал российские каналы это житель маленького населенного пункта середина буда находится этот населенный пункт почти на границе с российской федерации население середина буды составляет чуть более 7 тысяч человек так вот он организовал кабельную сеть и незаконно транслировал украинские каналы без соответствующих договоров с правообладателями кроме того транслировал каналы российские так вот недавно суд вынес ему приговор это два года лишения свободы с испытательным сроком на один год то есть два года условно все-таки в тюрьму он не сел он получил судимость и я думаю в будущем этим он будет вряд ли заниматься это однозначно так вот один примечательный момент согласно информации в этой новости раскрыли эту незаконную деятельность в 2017 году то есть три года расследовали это инцидент три года и вот он дошел наконец-то до суда в 2020 году хотя что там расследовать но самое интересное в этой новости даже не это честно говоря я люблю иногда смотреть новости киберполиции и меня больше интересует то что находится на заднем плане то есть не ловят каких-то владельцев онлайн кинотеатров каких-то владельцев серверов всевозможных каких-то незаконных бирж и всяких таких студий и я люблю смотреть именно на оборудование от меня интересует техническая сторона этого момента так вот по поводу жителя середина буды я как посмотрел на эти фото я просто умилился он просто из говна и палок создал полноценную кабельную сеть я посмотрел на фото там около 20 около двух десятков sd ресиверов и немножко hd человек особо я смотрю не вкладывался в оборудование там несколько open боксов в основном там глобики стартреки один евроскай ну и с hd я заметил и 20 с плюс тоже кстати устаревший аппарат который все-таки принимает канал mp4 обычные бытовые модуляторы и плюс еще элементы кабельной сети конкретно то ли усилители то ли какие-то миксеры я честно говоря не специалист в организации именно не специалист в кабельном телевидении никогда не занимался этими вопросами вот и самое главное кстати хочу обратить на это внимание у него все вся аппаратура была в относительном порядке более-менее вот аккуратно как-то уложены вот эти все сплиттеры всевозможные распределительные устройства нет вот этих вот соплей все более-менее так относительно в порядке а вот в других статьях других новостях киберполиции я смотрел на этих горе хакеров это ж просто ужас эти все огромные сопли огромные вот эти вот мотки витой пары все в таком беспорядке все эти коробки вот так вот перекручены вот почему так получилось что их деятельность была пресечена ну конечно наверное потому что все таки наши органы работают наша киберполиция старается служба безопасности украины старается они конечно молодцы но я думаю в этом все виноват плохой фэн-шуй самое главное надо держать свое оборудование в порядке тогда у вас дела будут идти хорошо я в ни в коем ни в коем случае не оправдываю этих горе-хакеров этих горе-пиратов старайтесь жить по буке в закона как бы там ни было но однако из той информации которую я вам сказал сделайте себя для себя определенные выводы на этом все если видео вам понравилось было полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик для того чтобы быть в курсе всех моих последних видео а также все вопросы задавайте в комментариях всем удачи